Девушки отдыхают Мама, а у вас с ним отношения? Что за ерунда, Варя? Из-за него папа ушел Так, закрыли тему А ты ее и не открывала! Так, сядь, пожалуйста, о тебе поговорим Сядь, пожалуйста Значит так, завтра ты пойдешь в школу И постараешься сдать все темы, которые пропустила И если нужно будет, пойдешь на дополнительные занятия Дочь, ну не порть себе жизнь Ну какая из тебя актриса? Ну смешно уже, правда Но ты же у нас умница Договорились? Ладно, иди отдыхай, уже поздно Ты папу больше не любишь, да? Питечка Ты теперь только мой Я так рада, что расставлены все точки над И Нам теперь не нужно скрывать наши отношения Ты разве не рад? Я рада Что-то по тебе не скажешь Тебя что, совесть мучает? Петь, ну смотри Девочек своих ты почти поставил на ноги А жена Это пройденный этап Прочитанная книга Зато теперь у нас с тобой только счастье впереди Ну скажи, что я твоя самая любимая девочка Ты моя самая любимая девочка Вот, так что завтра Завтра я буду заниматься поиском новой квартиры А ты Раз, вот так Давай спать Я не устал Завтра вставать рано Спокойной ночи Ты так поздно, сынок Я уже волновалась Мама, мне не три года Остала еще не ушла? Остала у нас, осталась Не понял Я что-то разволновалась Давление подскочило Голова закружилась Стала сделала мне укол И сидела со мной, пока не стало легче Она все-таки врач Да какой она врач? Массажист Сейчас-то как? Лучше А ты как время провел? Нормально Пойдемте давление измерим Нет Стала полчаса назад мерила Нормальная И где она спит? Гостиная на диване Поздно было уже ехать Можно было такси вызвать Спокойной ночи Спокойной ночи, сынок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброе утро Доброе утро, Котик Ты как? Бывало получше Ничего, прорвемся Я тебе чай налью Лерка Я вчера не стала поднимать эту тему Как так получилось? Ты мне ничего не говорила Макс Кто он? Что он? Макс из моего универа Он на историческом учится Третий курс Спортсмен Макс классный, веселый Давно встречаетесь? Дочь Ну рассказывай уже, чего там? Макс давно мне нравился Он вообще всем нашим девчонкам нравится Просто что На меня внимания не обращал А потом Славик Позвал меня на дачу На свой день рождения Славика я помню Хороший парень такой К нам приходил, вежливый Ну и в общем Так получилось Я дура, да? Дед Вот Витамины нужно ешь Ты ему говорила? А он чего? Морозился А хочешь я с ним поговорю? Ма, ты что, не надо? Ты папе говорила? Нет, папе не говорила Знаешь, что нам надо сделать? Нужно встать на учет Сдать анализы Ма Ты возьмешь академ Ничего страшного, я помогу Приветики Да, я тоже помогу Ну, а что, потренируйся Мне в жизни пригодится Я тебе потренируюсь В школу собирайся А завтрак? Да Она Пушкинская занята? Да, уточните Окей, жду Как жаль А какие еще есть варианты в центре? Нет, однушка не подходит Трешка А скиньте ваши варианты Я посмотрю Доброе утро Что можно поесть? Поесть? Любимый Я же не завтракаю дома Пойдем в кафе Я заварила чай Зеленый Я бы кофе выпил Кофе это очень вредно А зеленый чай Очень даже полезно И для здоровья И для фигур Оказывается Это целая проблема Найти приличное жилье В центре Петь Пусть едем в отпуск Вдвоем Теперь уже можно На какие-то острова Только ты и я Класс? Сейчас вряд ли Сама знаешь Сколько работы на фирме Проблемы с перерегистрацией препаратов Фаркомитете совсем обнаглели Тянут, тянут Дистрибьюторы давят Грозят цену поднять Если в этом месяце не заберу Телефоны оборвали Работа, работа, работа Когда мы уже жить будем? Ну, Алечка Не начинай Ну, кто бы говорил У тебя еще вся жизнь впереди Успеешь Приветик А ты что, уже все выучила? Приветик А ты что, опять страдаешь? Варь, как школа? Ты как мама Школа как школа На месте стоит, никуда не делась Так уж и будь, я помогу тебе с химией Доставай, ты в ней полный ноль Я знаю Успеется, есть дела поважнее А мамы точно дома нет? Нет Смотри, я нашла Ее старый альбом И что? Вот, вроде вот этот похож На кого похож? Кто? Ну, вчерашний Мама же сказала, что он работает хирургом В какой-то больнице Ой, смотри А это мамочка Такая молодая Надо его вычислить Кулаковского Зачем это? Лир, ты что, вообще ничего не понимаешь? Надо семью спасать Ветерно тебе все объяснять 130 на 80 В принципе, для твоего возраста Это нормальное давление Все равно как-то нехорошо Водит, в голове шумит Сынок Пусть Стала со мной побудет Пока ты на работе Если надо, я могу Особых дел пока нет Спасибо В случае чего Сразу звони Мой мобильный телефон Записан на холодильнике Ну, это если вдруг мама забудет А я постараюсь пораньше вернуться Ты не волнуйся Все у нас будет хорошо Работай спокойно Смотри мне, Мария Андреевна Раскворалась тут Вы полежите тут А я обед приготовлю Вы же помните, я вкусно готовлю Юре всегда нравилось А точно у вас Кулаковский работает? Я хочу проконсультироваться у него А когда он на работе бывает? Спасибо В областном он работает В хирургии Одевайся Что мы ему скажем? Да на месте разберемся Собирайся, Лер Ну ладно Кулаковский Ты тут? Видишь Здесь у Юры Такой себе творческий Беспорядок Сколько раз хотела Убрать не дает Его отец таким же был Ни к чему не разрешал прикасаться Даже пыль вытереть Видишь Он по-прежнему увлекается фотографией Специальные журналы выписывает И свободную копейку тратит На эти штукенции А они, наверное Немалых денег стоят А здесь когда-то была и моя фотография Ну что ты хотела? Мария Андреевна Как думаете У меня все-таки есть шанс? Шанс есть всегда Пятюра Ты с их породин Господи, Варь Ну зря ты это все затеяла Если мама так решила Спокуха Тебе отца не жаль Ты помнишь Каким он вчера уходил? Здравствуйте Я Варвара Грабина Это Лера Здравствуйте Милые девушки Я помню вас Чем обязан? Во-первых, мы вам не милые А во-вторых, да Обязаны Маму в покое оставьте Боюсь, я вас не совсем понимаю А я объясню популярно Мне надо больше звонить Приходить и подвозить маму Вообще не нужно больше с ней общаться Так, понятней У нее есть законный муж Я в курсе У нас с вашей мамой Извините, просто понимаете Папа вчера из дома ушел Из-за вас Петр же в командировке Угу Как же Вас мама обманула Они поссорились Он собрал вещи и ушел А я не хочу, чтобы папа расстраивался Поэтому, дядя Я требую, чтобы вы исчезли Кривенков операционный Да, доеду Оль, ну зря Ты так Оленька, дорогая Я понимаю, как это непросто Но нужно же взять себя в руки И бороться Да, да Вся жизнь борьба Молодец В одной клинике отказали А в другой Попросили подождать Видимо, будут там рассматривать Меня под микроскопом В третьей предложили операционной сестрой У меня опытный Так, Оль Не хомби Найдешь ты себе работу Я уверена А пока нужно заняться собой Зайдем? Ой У меня здесь знакомый стилист работает Сделает из тебя конфетку Что-то придумаешь Так Оль Ты решила крест на себя поставить? Накрыться газеткой И ползти в сторону кладбища? Нет У меня девочки Вот Оля Иду, уйду Прошу А это же огромное Это такая потусторонняя осуществость Понимаешь, что им мельчишь До какого-то До какого-то Нароучительного дядьки Который рассказывает Что хорошо А что плохо Варвара Не могла еще позже прийти? Вот пару кадров же осталось Че-то так горло першит Есть водички? Нет водички Слушай Я показал черновой монтаж Своему мастеру Ему очень понравилось Сказал быстрее это снимать И монтировать Чтобы мы успели На студенческий кинофестиваль Класс Да, и очень хвалил тебя Спрашивал, где я смог найти Такую выразительную И привлекательную актрису Ребят Может работать будем У нас уже свет давно стоит Гарик варет Теряем время Да, да, да Да, мы идем Ты меня напишешь в титрах? Конечно напишу В главной роли Варвара Грабина Звучит? Звучит На грим Да, иду Варвара Грабина Привет Привет Чего в универе не было Я тебя искал Правда? А как ты мой адрес нашел? А, в деканате узнал Вот Держи Что это? Бабки Сама знаешь на что Мне не надо Да бери От себя отрывай Честно заработанные Может не отрывать Пока зря бензин Он потратил Ну стой Я знаю Я свинья Воспользовался моментом Ну ты тоже молодец Могла бы хотя бы предупредить Что первый раз Все нормально Ребенок ни в чем не виноват Он между прочим Все слышит и понимает Ну ладно тебе пургугнать Ну что он может понимать? Макс Если он тебе не нужен И я тебе не нужна Ты свободен Я буду любить его И без тебя Субтитры создавал DimaTorzok Кто дома? Лера Лерочка Тебе плохо? Тебя тошнит? Доченька Давай водички с лимоном Не хочу Маленьким Ты новую прическу сделала? А, ты тонко меня затащила Как-то непривычно мне Или нормально? Слушай, а не знаешь, Варька была в школе? Была Хорошо Послушала с меня Ма А тебе папу не жалко? Столько лет вместе прожили Знаешь, Лерка, не жалко Мне кажется, папа прекрасно перенесет наш разрыв Привет, дочь Третью новую заделала А это с какой радостью? Так, ты в школе была Все сдала? Была, сдала И физику, и химию Все в одном флаконе Варь, ну ты обещала Ну, ты тоже обещала Любить папу вечно Так, не паясничай Мы говорим о тебе Пойду открою Привет Привет Здравствуйте Зашибись Так что, нам с Леркой в кино пойти Или можно засеть в своей комнате, чтобы не мешать идее Не ерничай, пожалуйста Я ненадолго Варь Оль, прощай Происходит что-то непонятное В смысле? Я знаю, что Петр ушел Откуда ты знаешь? Твои девочки приходили сегодня ко мне в больницу Как? Зачем? Они считают, что причина во мне О, Господи Дай мне его телефон, и я ему все объясню Что мы встретились абсолютно случайно Что между нами ничего нет и быть не может Это полный абсурд Я ничего не понимаю, а ты тут при чем? Ну, не знаю, может быть, Петя приревновал Хотя я не давал никакого повода Знаешь, Юр Иди домой Я сама с этим разберусь Ты даже не вмешивайся Правда Тебе идет эта новая прическа Будь счастлива, Оля Так Я, конечно, благодарна вам за заботу Но давайте договоримся Что вы не будете вмешивать чужих людей В нашу жизнь Хорошо? А еще для того, чтобы вы не придумывали себе Всякие несуразицы Я скажу Вы уже взрослые, поймете Ваш папа Ваш папа Оставил меня Потому что у него молодая любовница Косы есть? Трындец А мы его еще жалели Бедная мамочка Мам, я дома Вот и славно, сынок Что-то ты мне совсем не нравишься Завтра же попрошу нашего кардиолога тебя посмотреть Не нужно, сынок Пройдет Ты иди поужинай Там Стелла Столько всего наготовила И меня кормила Иди, руки мой Нет, я не голден Я в больнице поел Да, знаю я Как ты там в своей больничной столовой питаешься Иди поешь Добрый вечер, Юра Добрый Ты прости, я тут у вас похозяйничала Но я хотела как лучше А я плов приготовила Помню, ты его любишь Может, попробуешь? Ладно, спасибо Приятного аппетита Идем Ма, это что за революция? Начинаю новую жизнь А ты до утра не могла подождать Сейчас соседи придут и будут жаловаться Ну, а как ты говоришь Мне по барабану? Мне по барабану Ма, ты что, выпила? О, хорошая мысль Ма, перестань А что перестань? Всем, значит, можно делать то, что они хотят А мне нельзя Вот сколько ты жизни, Варь Прости Мам Ну, ты не переживай за папу Мы с Леркой с тобой Ты знаешь, меня уволили Это новый шеф постарался Ага Я новую работу Не нашла Че, ты знаешь, как-то никому не нужна Эй, ты че такое говоришь? Ты нам с Леркой нужна Так, а ну перестань плакать Все будет хорошо Вот Ты что, в магазин ходила? Угу, я в аптеку У Марии Андреевны снотворная закончилась Спасибо, я тебе деньги верну Успеется Слабенькая она За ней ход нужен Лежит, просит То подает и принеси Да, я бы в отпуск ушел Да как назло попросили еще полставки взять И рвется сиделку, наверное, искать Зачем сиделку? Я могу побыть Пока маме легче не станет Ну, у тебя что, своих дел нету? Нет Я Юра Вину хочу искупить перед тобой Позволишь? Ой, Варь Не хорошо получилось с этим врачом Надо бы извиниться Переживет А папочка наш, конечно, молодец Закрутил с какой-то девахой Блин, вот знаешь Вот ненавижу мужиков Они все предатели Да? Угу И что? Твой Гарик тоже? А что это он мой, а? У нас деловые и творческие отношения Да? А я думала, вы с ним спите Говорят, в кино так принято То, говорит Ай Ой Разбежалась А ты что, еще не это? Нет Я ж говорю Ненавижу мужиков Интересно, что там у папы за принцесса? Что в ней такого? Ну все Готово Ой, прикольно получилось Когда-нибудь я тоже так научусь Угу Слушай, а насчет девахи-то ты права Сейчас устроим Папе позвонишь? Угу Алло, привет, папка, не спишь? Здравствуй, Варенька Какой раз спишь? На работу уже еду Я сам собирался Звонить Все объяснить Да, пап, я все понимаю Мать достала Нас с Лерой тоже достает Ну, а как там мама вообще? Да ну как, ну, бесится Папа, вот ты лучше скажи, как ты там? Ты нас Познакомишь со своей новой? Ну, конечно, познакомлю С радостью Приходите вечером с Лерой В Олимпус Знаешь, такой ресторан? Часика восемь, лады? Оки-доки, пап, будем До встречи А я, дурак, волновался Был уверен, что девочки на стороне Ольги будут Ошибочка вышла Не того расстреляли Главное, любимый, что ты во мне не ошибся Простите, а не подскажете, где снимают заявление на расторжение в руках? Здесь За мной будете Спасибо Приехали Петь, а может ты продашь свою квартиру после развода? А твои пусть найдут что-нибудь попроще Мы добавим денег, купим свое Да чем нам снимать? Пойдем завтрак Я голодный Пойдем М-м-м, здесь самые вкусные сырники из туфу. Привет. М-м-м, новая прическа. А ты чего не на работе? Решила развеяться. Может, тебе денег? Нет, не надо, спасибо, у меня все есть. Позволишь один вопрос? Чего тебе не хватало? Что я делала не так? Да все так. Ну, мы столько лет вместе. Да, она, понимаешь, как свежий воздух. Все хорошо? Идем. Деточка, купи цветочки. Из моего сада недорого возьму. А знаете что, куплю. Давайте все. Все? Да. Ну, это много, не надо столько. Берите, берите, пригодятся. Ну, спасибо. Храни вас Бог, деточка. Спасибо. Спасибо большое. По-моему, прекрасно получилось. Гарик, ты такой молодец. Я теперь очень надеюсь, что мне понравится. Я тоже. Привет. 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 Здравствуйте. 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 А где Лера? У себя занимается. А что здесь происходит? Мам, принимай работу. А, знакомься, это Гарик. Вот, Гарик это мама Оля. Очень приятно. А цветы откуда? Цветы из сада. А вы молодой человек. А Гарик у нас будущий режиссер. Он учится в театральном на кинофаке. Вот, он сейчас снимает дипломную работу, и я у него в главной роли. Угу. Угу. Гарик, ну ты иди. Спасибо тебе за помощь. Пожалуйста. Молодой человек, можно вас на секундочку? Да. Пойдемте. Я вас очень прошу, пожалуйста, скажите, скажите Варваре, что она никогда не будет артисткой. Ну, данных нет, я не знаю, придумайте что-нибудь. Ну, лишь бы она оставила эту затею. А если у нее есть данные? И она действительно талантлива. Ну, найдите другую девочку. Что, артистов других нет? Я уже нашел. До свидания, мама Оля. Ага. Господи, за что же все? Петя? Да, Томик. Я тут подумала, а что если эта Петина курица захочет у тебя все отобрать? Что значит все? Часть квартиры, фирмы Грабина. Ваша с девочками Доли. Так кто она вообще такая? Откуда нарисовалась? Я не знаю. Я ее пробью, слышишь? Петя, тебе еще долго. Еще пару документов. Ты мне это уже говорил минут сорок назад. Там в магазине скидки. Без нас все разберут. А я хотела и вечером выглядеть хорошо. Все-таки первая встреча с твоими дочками. Ну, хочешь, поезжай сама. Возьми такси. Я дам тебе кредитку. Кредитка – это хорошо. Но я хочу с тобой. Не все в этой жизни получается так, как тебе хочется, Аленька. И очень жаль. Алло. Удобно говорить? Нормально. Это Тамара. Если вы еще не определились, у меня для вас есть отличный вариант. Центр, как вы любите, недорого. Тамара, вы подруга жены моего… Любовника. И что? Бизнес есть бизнес. Кушать же всем хочется, правда? Конечно. Ну, вот и замечательно. Тогда через счастье кадры сейчас скину. Есть вариант квартиры. Давай вместе съездим, любимый. А то уйдет. Я слышал, с кем ты говорила. Встречаться с Тамарой нет никакого желания. Хорошо, любимый. Да, да, хорошо. Не переживайте, мы будем держать вас в курсе. Всего хорошего. Да. Спасибо. До свидания. Я прошу прощения. Алина, если вам будут звонить, что говорить? Я для тебя, Алина Васильевна. Это ясно? И не задавай мне этих тупых вопросов. А то вылетишь отсюда, я тебе обещаю. Буду, когда буду. Все оказалось даже легче, чем я думала. Я ее пробила, и все стало ясно, они работают вместе. Где бы она его еще подобрала? Если он толком, кроме работы, никуда не ходил. Ничего, не волнуйся. Сейчас мы во всем разберемся. Том, я не понимаю, зачем мы вообще сюда приехали? Ну, как-то зачем? А где еще вам поговорить? В офисе у всех на виду? Я ее сюда выманила. А зачем нам с ней говорить вообще? О чем? Оль, как ты о чем? Ее нужно припугнуть. Расставить все точки над «э», так сказать. Ты должна ей показать, что не все так просто в жизни. Что у тебя семья, дочки в конце концов. О, прискакала. Ты, главное, не волнуйся, поняла? Угу. Подождите, пожалуйста. Я не задержу надолго. Я просто хочу сказать, что подаю на развод и забираю 75% процентов процветающей фирмы Петра Григорьевича. Угу. Это наши доли. По закону. Моя и девочек. А еще квартира. Три четверти. Тоже наши. Ну и банковские вклады. Они же делятся в соответствующей пропорции, вы же понимаете, да? Вы же хорошо считать умеете. Ну вот и подумайте, что останется у Петра Григорьевича после этого. У меня все. Всего хорошего. Вот стерва, а. Черт. Попаздывает. Ты чем-то недоволен? Нормально. Кстати, а как там квартира? Понравилась? Нет. Здравствуйте, мои хорошие. Ознакомьтесь. Это Аля. Варвара. А это Валерия. Ну что, ну садитесь. Очень, очень рад вас видеть. Что будете есть? Пап, вот все. Весь день ничего не ела, специально готовилась. Нам, пожалуйста, четыре пасты. А, три пасты и салат. Что-то еще? Все. Здесь неплохая кухня. Должно быть вкусно. Ну, надеюсь, будем видеться чаще, да? Ну что, давайте, рассказывайте, как вы вообще? Что там, институт, школа? Все зашибись, да, Лер? А ты как? Какие вам у тебя планы? Ну, дело в том, что так получилось, что мы с вашей мамой... Ну, не знаю, как это сказать. Ну, девочки, в общем, я теперь буду жить с Алей. Мы любим друг друга, и я очень хочу, чтобы вы подружились. Договорились? Без проблем. Аль, а вы кто? В каком смысле? Ну, помимо того, что с папой спите. Варя имела в виду, кто вы по профессии? Экономист. Диплом с собой не прихватили. Ну, что вы, слушайте, ну, давайте о чем-нибудь другом, ну. Без проблем. Альчика, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к итальянскому неореализму? Что-то смотрели? Конечно. Что-то понравилось? Многое. Сейчас не вспомню название. Очень жаль. Второй вопрос. Как вам современный арт-хаус? Если честно, не очень. А тебе как? Ой, а я так уважаю. Вот, знаете, очень люблю авторское кино. А что вы сейчас читаете, Алина? Сейчас так много молодых, интересных авторов появилось. У Али нет времени на чтение. Жаль. А на выставки вы ходите? Я слышала, сейчас в выставочном центре интересное есть. Выставки она тоже не посещает. Аля очень много работает. Как обидно. В постели. Варя, прекрати. Спасибо за прекрасный вечер. Мама готовит лучше. Лера, пошли. Маленькие дряни. Варя, ну может она хорошая? Папа же за что-то ее полюбил. Вы длинные ноги. Экономист гребаный. А ну-ка, стойте. Зачем вы так с Али, а? Вы вели себя отвратительно. Особенно ты, Варя. Как воспитал, так и вели. Любовь ослепляет, да, папочка? Ты иди дальше со своей дурой молодой. Тасуйся, а мы пошли. Прости, Аля. Я понимаю, как тебе это все неприятно. Ну, по-другому и быть не могло. Они заранее были настроены против меня. Какая-то дикая агрессия. Ничего. Время все расставит по своим местам. Давай поедем. Петр Григорьевич, дорогой. Приветствую. Ты меня представишь своей очаровательной спутницей или я сам? Игорь Чернов. Лунафарм. Мой главный конкурент на рынке. Кто кого сделает? Алина? Алина. Ну, ты знаете, я ему говорю. Говорю, продай ты мне свою фирму. Ведь хорошие бабки предлагаю. Пятигодовой профит нарисую. А он ни в какую. Может, вы его говорите, милая? Или созрел? А? Петровича? Нет, Игорь. Ну, Петя, да. Плохой ты бизнесмен, Петя. Плохой. На рынке никто больше не даст. Соглашайся. И не подумаем. Будь здоров, конкурент. Будь здоров, не кашляй. Тут еще фрукт. Не обращай внимания. Угу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова